Всем привет! Ещё информации немножко о ZBrush. Давайте рассмотрим, что такое вычитание. Откроем модель какую-нибудь. Давайте робота. Вот такой робот у нас есть. И давайте на его примере посмотрим, что могут сделать возможности вычитания. Когда вы будете что-то моделировать, делать какую-то модель, у вас, возможно, появится такая проблема. Когда вы будете работать резкой, у вас будет получаться вот так вот. Вы видите, что неровно выбрано, с округлением не очень хорошо. Ну давайте теперь посмотрим, как можно это всё сделать с помощью вычитаний. Отрежем голову. Вот так вот. И уберём вот эту вот часть. Для этого нам понадобится сделать дайномеш. Она у нас сделана. и добавим, давайте, куб. Переключимся на него и сайзом уменьшим. В деформации сайз. Быстрее всё делается. И с помощью мов перенесём вот на это место и прибавим размеров он. Вот что-то в таком духе у нас будет получаться. Вот так мы её выставим. Теперь немножко её выровним. Можно, опять же, mirror and well нажимать или просто так делать. Вот когда у нас всё установлено уже, заходим в саптулы. Вот это мы уже установили. Переключаемся на нижний саптул. И ставим, заходим в поле группы и жмём Group as Dynamesh Sub. Dynamesh Sub. И теперь, что мы делаем. Переключаемся на верхний саптул. Нижний включаем. И снимаем маску. Ctrl, левая кнопка мыши. Ждём, пока всё это прогонит. Вот такая выборка у нас проходит. Вы видите, что ровно всё. Это всё можно будет обрезать. И потом уже сюда подставить какую-то деталь. Ещё добавить резки. Всё ровненько, хорошочко. Давайте теперь посмотрим всё это на примере сферы. Так, откроем нашу сферу. Сделаем Make Polymesh. Теперь давайте добавим ещё одну сферу Append. Можно добавить куб. Переключаемся на неё. Теперь, что делаем. Включаем Move. И вот так вот вытягиваем. Можно изменить размер. Вот так вот уменьшить. Переключаемся на вот этот полозок. Теперь, что делаем. Заходим в поле группы. Жмём group as dynamesh sub. И теперь переключаемся на верхний sub-tool. И жмём Merge Down. Жмём ОК. И теперь можно сделать dynamesh. Вот у нас ровная такая выемка получается. Следом, что можно делать. Опять же, используя резку, мы можем вот так вот что-то резать. И когда нам нужно будет, можно ещё использовать симметрию. так, давайте по Y. Вот такое что-то может у нас получаться. Сделать, допустим, шлем. Добавим сферу. Переключимся на неё. Уменьшим вот так её в размере. Вот вы видите уже деталь, какая может получиться. И теперь давайте попробуем вот это всё вычесть. и сделаем dynamesh. Вот так мы всё это сделали. Вот такая у нас может получиться заготовка. вот так можно работать с помощью ctrl-shift и левой кнопкой мыши. Так, что ещё можно сделать? Можно добавить теперь куб. сделать так slice и вычистить. теперь можно из куба. Переведём вот этот куб наверх и вычтем вот эту вырезанную сферу теперь из него. так заходим заходим в поле группы жмём dynamesh sub заходим опять в sub-tools переходим на верхний sub-tool жмём merge down и делаем dynamesh вот такое у нас получается ровненько всё что-то можно использовать в моделях вот такие вычитания можно делать добавлять dynamesh всё всем пока до свидания